Вот похитили учительницу, прикинь, она вышла мусором в Гомеле выносила, она участвовала в какой-то акции. Ее просто с ведром, прикинь, в тапочках, блин, ну это просто какая-то хренеть. Даже в 37-м году там приходили и говорили, вы знаете, вот у нас к вам есть претензии, мы бы хотели вас расстрелять в Куропатах, вот, но вообще перед тем, как расстреляют, вы там 10 дней побудете на Володарского, поэтому возьмите с собой там бритву, щетку там зубную, ну то есть культурно, да, как человеку. Свитер, чтобы не было холодно, там бинты, когда вас будут просто пиздить, чтобы вы могли там, так сказать, перевязать раны. А сейчас просто стало... Леша, Леша, отличная идея, я честно даже этого не знал, конечно, с этим ты должен обратиться в администрацию президента. Это, во-первых, при такой инфляции, при таких проблемах финансовых государств, это, конечно, выход. Это огромный выход и, возможно, кстати, это спасет экономику. Если человека 3-4 раза арестовывать и присылать семье счет, ты сам понимаешь, что, ну... И плюс, конечно же, налог на тунеядство, потому что он арестован и он не работает, нифига, понятно, что тунеядец еще при этом. Да, это, конечно, это очень хорошая идея. Вот ты понимаешь, у тебя просыпается белорусское государственное мышление, вот. Но для этого тебе надо было уехать в Сан-Франциск. Да, да, привет. Привет, привет всем зрителям и слушателям в эфире шоу пикейных жилетов Альбертыч и Стефаныч Клевещут. Альбертыч и Стефаныч Клевещут. Собственно, сверху Стефаныч и Альбертыч. И я приношу извинения нашим зрителям и Стефанычу заодно. На прошлой неделе мы не вышли в эфир, не потому что мы не встречались и не записывали, а потому что я налажал с записью. Ну да, не будем стучать лысиной по паркету, как говорил один известный персонаж литературный. Классический, да. У нас как бы две главные новости, по-моему, за последние две недели. Это продолжение развлечений в Белоруссии и, собственно, отравления Навального. Я предлагаю начать вот с этого замечательного перформанса с автоматом, который изобразил Александр Григорьевич. Тебя это напугало, скажи. Меня возмутило, что в Белоруссии работают столь низкого уровня пиарщики и люди, которые работают с прессой. Потому что, конечно, это шоу на уровне Африки, да. Руководитель государства и его сын, которые с автоматами выскакивают. Да, по поводу сына, кстати, он держал руку на курке. Это очень возмутило педагогов, учителей, в том числе людей пожилых. Это заслуженные педагоги Республики Беларусь. Это очень уважаемые люди в стране, когда ребенок выходит с боевым оружием. В Белоруссии, стране, которая пережила Вторую мировую войну, где было несколько волн партизанского движения, где человек, который выходит с оружием против мирного населения, воспринимается крайне негативно. Я буду очень обходительно это называть, да, и стараться, так сказать, неоскорбительно отзываться о тех людях, которые с оружием огнестрельным выходят к безоружным демонстрантам с оружием. Все это восприняли не очень хорошо, мягко говоря. Как это скажется на имидже, ну, это уже понятно. Я не буду пересказывать, и мы не будем вообще-то обсуждать. Вы можете почитать отзывы. Кстати, не далее, как сегодня, напоминаю, кстати, что мы общаемся 25 августа, появилось обращение Бона Вокса, да, это вокалист группы U2, к белорусам. Там на странице вы можете увидеть стихотворение «Вальжин и морд». Белорусская поэтесса, когда-то мы даже в каких-то общих перформансах там когда-то участвовали и так далее, и тому подобное, очень давно. Она проживает в Соединенных Штатах Америки. К чему это все говорю? Дело не в том, что, в общем-то, Бона является невероятно такой влиятельной политической фигурой или финансовой. Дело в том, что Бона появляется в тех акциях, которые носят массовый характер. Бона выражает интерес истеблишмента. Бона вообще наплевать, конечно, на все эти эко, ирландские, другие проблемы. Бона – это голос тех людей, очень-очень богатых, очень влиятельных, которые решают очень многие вопросы в этом мире. Вообще, появление Бона и его высказывания о ситуации в Беларуси являются знаковыми для политиков, в первую очередь, которые работают с существующим в Беларуси режимом. Дело плохо. Дело плохо по той самой причине, что эстеблишмент европейский, американский вообще очень негативно относится к тому, что происходит. Сегодня в Минске очень сильно подражал курс доллара и евро. Евро и доллары, как вы знаете, не печатаются в Минске ни из других стран, как известно. То есть, реакция крайне негативная. Более того, сегодня, буквально несколько часов назад, странная история, пока сложно ее комментировать. Экзарх «Все о Беларуси» Павел подал в отставку и назначен был другой человек, человек из Борисова, он белорусского происхождения. Тут пока сложно расшифровать, что происходит. Далее, сейчас происходит митинг у Министерства образования. Одна из участий читала произведение Мануила Канта. Для американцев скажу, что Кант – это не то, что вы подумали, а философ такой, известный просветитель. В американской интерпретации Кант – это совсем другое. Ну, это уж дело американцев. А вызвали на это наряды полиции, даже армии. На этот митинг, где в основном присутствуют пенсионеры, женщины и так далее. Ну, это говорит о многом. О адекватности реакции и вообще о том, что происходит. Далее, Тихановская удаленным образом из Вильнюса выступила в Европарламенте. Нужно сказать, что девушки написали хорошую проевропейскую речь. Но эта речь, она ни о чем. Да, вот и в европейском стиле о том, что плохо всем известно, но никаким выводом это не влечет, тем паче, что ситуация достаточно сложная. При том, что, допустим, люди, которые работали с ней, Ковалькова, они арестованы. Они находятся сейчас на Окрестино. Также представитель стачкома тракторного завода, он тоже арестован. Даже глава, я бы сказал, глава стачкома трактора. Стачкома, ну, милейший парень, за него даже вступился директор завода. Но это все не берется в расчет, потому что проблема в том, что большинство белорусов чувствуют себя незащищенными. Чувство безопасности отсутствует полностью. Обсуждает большинство людей между нами, говоря, отъезд, кто еще может уехать. Останутся пенсионеры и представители органов власти, которые, видимо, представители органов власти, это милиционеры, представители ОМОН и так далее. Они пойдут на заводы, пойдут в цеха, они пойдут в IT-компании. То есть они начнут работать, выполнять все те, в общем-то, все то, что делали люди, которые приносили налоги. Скажу честно, многие профессии, их освоить очень сложно. И мне научусь не за неделю, не за месяц, даже за несколько лет. При том, что представители силовых структур, они вообще работать не умеют и не хотят. Чего будет с этим делать государство, я не знаю. То есть всех посадить уже в Беларуси тюрем не хватит, скажу честно. Я еще добавлю к твоим новостям за сегодня, что Яндекс вывез всех своих работников, которые были в Беларуси, а те, кто хотели остаться в Беларуси, они стали работать из дома и просто не присутствовать в офисе. Не только из дома. Потому что, кто не в курсе... Альбертич, хуже. Я расскажу, что была ситуация в Яндексе, что в первые дни вот этих митингов ворвались в Яндекс, там проводили обыски, так что... Просто даже бизнес уезжает в связи с этим. Альбертич, ситуация хуже. Не в квартирах большинство из них. Знакомые, они не в квартирах. Повывозили. Им сняли между нами, говоря, нашими слушателями особняки или какие-то дома под Минском. И их адреса стараются вообще люди не выкупать, где они находятся. И они сами. Они находятся, на самом деле, по сути, в подполье. Вы уж извините. Плюс позорная ситуация, как-то комментирует Лавров и супердержава России, которые должны были еще на уровне вот этого банка, да, нефтяного, вступиться. Сейчас, когда спрашивают, что с Яндексом, они говорят, все нормально. Никто не щемит русский бизнес, все хорошо. При том, что люди скрываются и буквально выводят здесь нелегально, с территории Белоруссии. Офис закрыт, там проводятся обыски. При том, кстати, слабая, совершенно ослабленная Украина. Огромное спасибо украинцам за поддержку. Что могли, сделали. Зеленский сказал, что для белорусов есть зеленый коридор. То есть белорусы могут выехать на территорию Украины. То есть скрыться, убежать от репрессий. Главное, это важно для людей, которые пострадали, для того, чтобы они выехали лечиться. Вот это позиция. В то время, как русские вчера из вскового несчастного следователя или там с прокуратуры работника выдали просто белорусским властям, который выступил против властей. И Лавров заявляет, что все прекрасно, когда на кресле просто садистки издевались над российскими гражданами. Украинцы в это время сделали коридор. Кстати, русская позиция не сильно отличается от евросоюзовской. Семь дней назад Литва сказала, что делает так называемый гуманитарный коридор для людей из Белоруссии. В чем он выражается? Как люди могут выехать в Литву? Какие у них должны быть документы? Нет информации вообще никакой. Как, в общем-то, и вся европейская политика, и американская. Когда очень много заявлений, за этим на самом деле ничего не стоит. Так же, как мы, белорусы, обращались за поддержкой своим партнерам за рубежом. Мы в прошлый раз об этом говорили. Кроме того, что мысленно вместе, как, в общем-то, Остап Ибрагимович Бендер Корейко отправил телеграмму, больше никаких слов поддержки нет. Есть поддержка других акций. Ну, в общем-то, все приняли то, что происходит в Белоруссии, как в стране третьего мира, наплевательски. Да. Немножко, да, может быть, немножко эту ситуацию кто-то там раскрутит. Боно Вокс, там, не знаю, какие-нибудь другие товарищи, да, там, из шоу-бизнеса. Но это тоже хайп обычный, да, как Боно подходят дети, там, которые дарят по доллару, да, там, на какие-нибудь акции, а Боно обвешаны бриллиантовыми цепями и в машине, там, невероятно богатый, там, принимает это на помощь, там, слонам, не знаю, кенгуру и так далее. Ну, примет на этот раз помощь белорусам, какая разница. Слушай, ну, в этом же, кстати, ну, мы уже несколько раз говорили, что белорусам стоит рассчитывать только на себя, а не от кого не ждать помощи. Да, в этой ситуации, да. Это и плохо, и, с другой стороны, и хорошо, потому что в современном мире, если тебе оказывают помощь, то с каким-то, с какой-то фигой за пазухой, знаешь, с фигой в кармане, извините, с фигой в кармане, то есть, если тебе помогает какая-то страна, значит, ей что-то нужно потом будет или сейчас нужно, какие-то свои решает проблему. Так что в этом смысле даже хорошо. Сами белорусы смогут решить, отлично, не смогут, ну, что поделать. Да, люди сообщают еще, что сейчас в киосках «Союз Печать», когда-то в Советском Союзе они везде были, в Беларуси, они так и называются, сегодня сейчас висят объявления, что в продаже нет нескольких газет, а несколько это такие, ну... Да, это вообще поразительно. Я всю свою жизнь считал комсомольскую правду, извините за слово, говном, желтой такой прессой. И тут внезапно она одна из немногих, причем это, ну, считайте, подразделение. Из русских газет, да, потому что «Стальные народная воля» и «Свободная новость» это еще там какая-то четвертая, извините. Это все белорусские, да. Вот видите, оказались... Дело в том, что есть, называется, «Комсомольская правда» в Беларуси, есть редакция, да, Минская, скажем так. И я считаю, что это скорее позиция местной редакции, то, что было напечатано, и та информация, которую пытались люди донести. Кстати, закончились похороны. Слушай, ну надо говорить, потому что люди ж не были, не видели. То есть в Беларуси «Комсомольская правда» вышла с огромными фотографиями вот этих жертв Сокрестина, с избиением, с этими синими всеми руками и прочим, с этими интервью, с общением с ними. Это на развороте все было, это на главной странице все было красным выделено. Это сложно было пропустить. И, по-моему, еще, кстати, аргументы и факты. В Беларуси тоже что-то с подобным вышли, если я не ошибаюсь. То есть, да, но аргументы и факты, вы уж извините, у меня какие-то советские воспоминания. Я читал еще в те времена, в советские времена перестройки. Это была очень интересная газета, по крайней мере, там было, что интересно, подчеркнуть из публикаций. Закончилось уже прощание с Никитой Кравцовым. Это человек, который вмолодечно погиб. Скорее всего, его убили. Ну, пусть разбирается с ним. Количество жертв растет, к сожалению. В Беларуси несколько десятков человек считаются пропавшими без вести, и внезапно нескольких этих пропавших без вести начинают находить в лесах повешенными. Нет, не повешенными убитыми, скажем, мертвыми. Пусть разбирается, собственно, следствие, но проблема в том, что фактически жалобы от людей по поводу издевательств, избиений не принимаются. То есть, вот эта традиционная система, которая была даже в Советском Союзе, когда ты, в принципе, формально мог подать на милицию, на неправильные действия властей прокуратуры. Понятное дело, что тебе ответили бы, или исход был понятен, что ты никогда бы не выиграл этого дела. Но хотя бы, по крайней мере, можно было жаловаться. Делали хотя бы видимость того, что можно апеллировать к этим органам. Сейчас есть только у государства одна сторона правильная. Это их. Все. Больше нету. Обычному человеку вообще надеяться даже формально, полуформально не на что. Люди совершенно беззащитны. Перед этим катком власти. Поэтому это история как на Диком Западе. Когда люди, которые жили на Диком Западе, они надеялись только на свои собственные силы. Могли надеяться. К сожалению, к огромному. Потом появилось там, собственно, государство. Оно стало там какие-то регулировать отношения. Лучше, хуже и так далее. И тому подобное. Я хотел добавить, что вот эти события с пропавшими без вести, следственный комитет заявляет, что они все после митингов собрались и уехали за рубеж. Я вам говорил, что Лукашенко действует так, как он всегда действует. Он ничего нового не придумывает. К этому всегда можно было подготовиться. Так вот, это то же самое было, когда в конце 90-х пропали Завадский, Гончар, Красовский. Кто там еще четвертый был. Вот точно так же Лукашенко выступил. А это лидеры были белорусской оппозиции. Это влиятельные люди. Один из них бывший министр МВД. Лукашенко выступил, сказал, что они уехали за границу к своим любовницам. Поэтому вот и до сих пор, до сих пор этих людей, до сих пор не вернулись, не дали о себе знать, по любовницам ездят, понимаете? То же самое вот один в один, просто все те же речи, все те же самые действия. Это ничего нового, абсолютно. И это настолько, ну даже, с одной стороны, страшно наблюдать, вот как они человеческими жизнями распоряжаются. А с другой, ну... Ну, тут разница, да, Альбертович, разница еще в том, что у оппозиции раньше были такие очень четкие лидеры, да, харизматичные. Вот Лукашенко действует по старой схеме, да, он харизматичный, единовластный лидер государственной системы. В новой оппозиции, как в плеере, да, можно заменять батарейки. Там нет четкого руководителя. Одних убирают, арестовывают, появляются другие. Вот эта схема, разработанная пиарщиками, политтехнологами, которые работают с оппозицией белорусской, она великолепна в своей простоте. То есть нету никаких харизматичных лидеров. Обратите внимание, помните, в самом начале всей этой истории был Бабарыка, да, там был Тихановский, была жена Тихановского, да, с которой вместе нет никаких фотографий. Вообще очень странная-то мутная история. Но неважно. Смотрите, уходит Тихановская, на ее месте возникают следующие люди. Они их убрали, дали им по 10 суток, появятся другие и так далее. Плюс к этому, обратите внимание, совершенно хаотичная, неправильно действует система. Вот завтра, послезавтра, завтра, да, уже, вызывают на допрос Нобелевского лауреата Алексеевич. Вот умные люди, у которых вообще есть в мозге, понимая, что Алексеевич, как Нобелевский лауреат, имеет устойчивые, очень хорошие связи во всех союзах писателей. Союзы писателей, это не политические организации. Однако, они имеют совершенно устойчивую связь с политическим истеблишментом, европейским и американским. То есть, совершенно четкие, понятные. И, безусловно, руководители этих самых союзов, и всяческие общественные деятели, они уже обратились в политические организации. И вообще, вот такие всякие приглашения имеются совершенно... При том, что Алексеевич, она не ходила на заседание этого совета, ее там вообще просто не видела. Более того, она пенсионерка. Не-не-не, не была она там. Там была она. Ну, хорошо, ну, даже была, но вообще... Какая рейтинг, где она была? Слушай, ну, это не причина. Это неважно. Это не причина. И вот потом Макей будет заявлять, что, как, и буду вообще доладить политику. А никак уже. Потому что мозгами надо думать вообще. Что вы делаете вообще с имиджем государства? Просто вот люди действуют безмозгло. Ну, это просто. Тут вот идет тут видео, всякая нарезка. Я увидел, что у нас... Увидел министра обороны в очередной раз белорусского и подумал, что у нас какой-то в Беларуси в некотором смысле Салтыков-Щедрин. Министр обороны, ну, с говорящими фамилиями, министра обороны зовут Хренин. Министр вот этого... Это уже говорили, да. Караев, да. Караев, как вот... Ну, блин, такое... Ты знаешь, давай не будем об офицерах. У меня отец был офицер, подполковник медицинской службы. У меня дядя был подполковник-строитель, да, он там закончил академию в Москве, он работал в Байконуре, он делал очень много объектов различных, важных, советское время. Вот. Я провел где-то 70% времени в военных частях, поэтому военными этих людей или офицерами называть вообще не буду. Потому что я не хочу вообще эту тему трогать. Я просто не хочу вообще даже рассуждать. Я хочу тебе сообщить по поводу того, как россияне стали относиться. Вы знаешь, в первые дни протеста все поддерживали. А потом начались вот там вбросы. Вообще самый популярный в России сейчас тема это националистическая программа Тихановской. Ты в курсе вообще это? Потому что мне это больше всего пишут, так как у меня есть другой популярный канал про игры, и там народ мне вот это мне просто в личку даже пишут, Леша, что ты скажешь вот этой программе Тихановской, она же националистка вообще хочет сделать. Ну, во-первых, я пытался донести до людей, что у нее совершенно другая программа была. Мне говорят, но в команде же Тихановской был там какой-то националист. Вы себе даже не представляете в Беларуси националистов. Вы не понимаете, насколько это огромная разница между, например, теми же украинскими националистами. Это просто белорусские националисты, вот то, что ваше представление национализм, белорусские националисты это, блин, хомячки плюшевые, понимаете? Они даже... Ну, то есть... Я могу сказать так следующим образом. Вообще, первые белорусские националисты, если так их можно назвать, они вообще появились, с этим явлением я столкнулся в 83-м году. Знаете, в чем вообще была фишка? Фишка была в том, что, когда приехал Хрущев, он вообще запретил национальные на белорусском языке школы, вообще в стране. И в Минске не было ни одной школы. И вот, в Академии наук были люди, которые занимались белорусским языком, преподаванием, истории Беларуси. И они, представляете себе наглость, и вообще уровень национализма, они пришли в району партизанского района в 83-м году и попросили открыть один класс с белорусским языком в стране. Вот сволочи, ничего себе. Это был, при том, что, помните, что было во Львове даже после прихода, то 53-го, 54-го года люди с оружием в руках воевали против советской власти и против русских. А белорусы, представляете, саму наглость вообще. Они пришли и попросили открыть один класс. Плюс к этому они решили изучать народный язык, петь песни на национальном языке и вообще развивать национальную культуру. Это не было диссидентским движением. Дорогие россияне, все диссидентское движение началось у вас в Москве. У нас это было движение за обновление и за изучение народного фольклора и языка. Они вообще против советской власти. Кстати, молодой Позняк, другие люди с института истории, они не выступали вообще. Они выступали лишь изначально, вот в самом начале. Потом им уже, конечно, ребята с Мюнхена, с Канады объяснили вообще, в чем причина. А изначально это было просто желание узнать что-то о себе о своей истории. Вот и все. И изучать язык. То есть в России вот реально вы даже не представляете белорусский национализм. Это просто, ну, это такие... Дальше расскажу. Все либеральные идеи, да, по изменению, по свержению советской власти, они вообще честно появились из Москвы. вот, многие либералы, которые изродом из Беларуси, вспомните Новодворская, Новодворская из Баранович, но Новодворская вообще стала либеральным таким лидером и демократическим, она уехала в Москву учиться, где познакомилась с людьми, которые ей все, как говорится, втолковали, объяснили, она стала там заниматься политдеятельностью. Она и в Барановичах, и в Минске не занималась, вы уж извините. Поэтому вот эти все сказки, все эти рассказы не надо там, так сказать. Украина это отдельная история, украинцы имеют право на то, на свое видение и как они хотят. Да, кстати, плюс Лукашенко надо со стороны взглянуть в том, что он криво, плохо, но он удерживал совершенно рабски по отношению к России независимость Беларуси. То есть формально Беларуси независимое государство. Плюс сейчас он сделал то, что я думал никогда вообще не произойдет в Беларуси, честно. Вот при моей жизни я думал этого не будет. Он создал, как вот США любят говорить в Европе, так называемое гражданское общество. То есть люди правых, левых взглядов, пенсионеры, молодежь, бог знает кто, они сплотились под одним флагом против единой цели. Вот такое сделать я не знаю. На это вообще у наций уходят годы долгие. В Беларуси это произошло за несколько дней. Вот степень возмущения людей была такова, что возникло гражданское общество. Я просто наблюдаю за окружающими, я просто в шоке. Вот Лукашенко еще создал гражданское общество. То есть он сплотил людей не по принципу взглядов политических, не знаю, взглядов на экономику и так далее. Он сплотил совершенно по другому принципу. За что ему, кстати, Беларусь должна быть благодарна, потому что что надо было сделать, чтобы в Беларуси вообще были очень разрозненные люди, у которых были у всех лишь узкие вообще экономические интересы. Извините, собственные шкурные. как в России, много партий каких-то, но они все не играли никакого значения для власти. Но сделать за несколько дней так, чтобы собрать на митинг около 300 тысяч человек, и чтобы многие люди, у меня соседи какие-то по подъезду, которые вообще никогда, так сказать, но они все объединены в единое целое, но такое сделать, то это просто фантастика. Если абстрагироваться... Про белорусов есть такое выражение на белорусском языке «огульная млявость и обаяковость до життя». Вот это в основной массе были белорусы всю свою жизнь, когда растеребонькал Лукашенко народ, понимаете, растеребил, и все, теперь уже... Не остановите, я еще хотел по поводу программы Тихановской добавить. Россияне пишут, что... Ну, пускай... Вы должны понять, пофигу, какая программа у Тихановской, она там могла написать все, что угодно. Тихановская не будет править в Беларуси. Это технический президент на полгода, чтобы провести нормальные выборы. Ну, это... То есть, во всяком случае... Слушай, Альбертович, не будет это никаким даже на полгода. Я объясняю, что вообще вся оппозиция, вот эта вся система, она сделана по принципу заменяемости. Таких Тихановских сидит на подходе еще штук 10-20. Их можно арестовывать до бесконечности. Вот как есть в Библии, имя им Легион. Вот им Легион имя. Они будут до бесконечности. Он может их арестовывать, но тут проблема... При этом обратите внимание, власть вообще категорически не идет ни на какой диалог. Вообще не идет. Она не просто не идет на диалог, она еще и врать продолжает. Вот она не может остановиться в рате. И продолжается насилие. Смотрите, вот она совершенно, власть, не научилась использовать международный опыт. Если бы в первые дни организовали какой-нибудь, не знаю, комитет по обсуждению изменений законодательств или результатов выборов. Вот как делают на Западе. Совершенно какое-нибудь ужасное решение. Люди сразу там. Они говорят, хорошо, собираемся, обсуждаем. Садятся люди, хорошие переговорщики, и они неделями, месяцами, годами обсуждают. Причем изначально понятно, обсуждение не приведет ни к чему. Но первое, уходит время. Отсутствие побед, вот сейчас смотрите, у белорусской оппозиции нету явных побед. Время уходит сейчас. И на самом деле с каждым днем все больше и больше будет одерживать, если не будет явных каких-то подвижек или использовано новых каких-то технологий, на самом деле будет Лукашенко отжимать постепенно. На самом деле вот те достижения, скажем, эмоционального исключительно плана, которые есть у оппозиции. И вот этот комитет сидел, все обсуждали, даже канал им дали. Все посмотрели это бесконечное шоу, как люди обсуждают, как критикуют власть. Это бы ничем не кончилось. И остался Лукашенко у власти, все разошлись довольными. Вот этого не произошло. Пролилась кровь, происходит конфронтация, и вот этого комитета до сих пор не организовывают. Что вы думаете, эти люди бы смогли взять власть? Да нет, конечно. Они бы посидели, прошло бы время по-европейски. Как там? Если какой-то захватили какое-то, не знаю, здание, культурные ценности, вот как Германия, банк, и они банк предлагают, вы знаете, давайте мы с вами обсуждать будем. В это время здание перестраивают, его уже давно отжали, а комитет сидит, обсуждает по-прежнему. Здание уже давно используется банком, оно продано, а все продолжают, и уже вроде обсуждение сошло на нет, и проблемы уже закончены. Вот это и в США то же самое происходит, да, в любой стране. Вот это демократия, это идеальный вообще путь для отстаивания своих интересов, финансовых в том числе, властных, любых. Вот в Беларуси почему-то это не использовали, к сожалению, к огромному властью. А почему? Потому что культивируется, культ есть ординарности, чиновники неординарны, представители власти не интеллектуальны, они не умеют вести грамотно дискуссию, они не умеют забалтывать. Для этого нужен определенный интеллект, то, чего нет у власти. Поэтому они действуют вот этими методами кукуйской слободы. Наказания, аресты, издевательства, пытки и так далее. Все это можно было провести очень элегантно, красиво, исключительно в интересах той же власти и Лукашенко. Но уже чем дальше это заходит, тем сложнее это, конечно, сделать. Имидж окончательно международный подорван, пошли в ход международные акции, прослушивание, там, не знаю, слушание по жертвам и многие вещи, которые уже, к сожалению, необратимы. И вот россияне, которые думают, что тут, знаете, что-то за ЕС выступает, вы посмотрите, как долго Европа ждала хоть, хоть что, чтобы хоть как-то отметить свою позицию. Десять дней, десять дней Европа практически нифига не говорила. То есть, они ждали, что Лукашенко сможет за это время так разрулить ситуацию, чтобы они так, знаете, какую-нибудь выразили бы обеспокоенность и все. Но тут получается, что в Беларуси главный оппозиционер и революционер сам Александр Григорьевич. Потому что он каждый день делает какую-нибудь хрень, которая просто все сворят и думают, господи, ну что... Это, знаете, это сумасшедший дед. Вот есть шутки в Беларуси, что он таблетки свои не принял, да? Вот сумасшедший дед, который не принял таблетки и бегает по двору... Да не в этом дело. Он прекрасно понимает суть европейской, американской нынешней политики. Он понимает, что ему они реально ничего не сделают. Он манипулирует Россию, которая совершенно трусливо, позорно ведет себя даже по отношению к своим гражданам. Вот в этой ситуации что стоило России Яндекс защитить или своих граждан? Рявкнуть? Сказать, ну-ка отдайте сюда или по этим захваченным боевикам или по бог знает кому. В течение 20 часов, чтобы они были здесь. Прекратить преследование. Но они же этого не делают. Они играются, они подыгрывают этому. Что, неужели Россия или Путин они такие слабые? Или Лавров? Они просто боятся, они могут, можешь потерять все, если занимать такую позицию. Если они хозяева, то ведите себя по-хозяйски со своими, так сказать, вассалами. Вот это вот что, непонятно, да, ситуация. Кстати, сегодня представитель даже Европарламента или Евросоюза забыл, звонил в администрацию президента, ему просто не ответили. То есть не ответили в кавычках, да, не ответили, значит, послали просто. То есть просто не ответили на звонок, на них плевать хотели, на их позицию. И руководство Беларуси, кстати, это прекрасно понимает. А власть, вот эти оппозиционеры, которые там что-то делят, какие-то должности, там еще что-то, ну это мы уж говорили в прошлый раз, люди этого не увидели, это раздел шкуры неубитого медведя. Да, по принципу, давай Иван Ивановича там, играя там, козла забивая, так сказать, во дворе, назначим одного министром, другого премьером, четвертого, еще кем-то. То есть, люди заняты не тем, к сожалению. Слушай, я предлагаю, раз ты заговорил о том, как России пофигу на своих граждан, собственно, в Беларуси, давай отравление Навального обсудим, собственно, тоже замечательное, ну, нет, не замечательное, конечно, я, лично я беспокоюсь о здоровье Навального и когда вот так разбираются с политическими оппонентами, это, конечно, мрак. Замечательно здесь то, как не давали его вывести, какие ему диагнозы в Омской больнице ставили, напомню, что в полете из Томска, по-моему, ему стало плохо, пилот самолета посадил борт в Омске, Навального вывезли в Омскую больницу и там начались всякие приключения, даже приехала жена, не пускали к больному, Зимин, это создатель Билайна и прочего, оплатил рейс из Германии медицинский, чтобы его отвезли, он больше суток стоял в аэропорту Навального. Извини, Альбертович, возвращаясь к тому, что вы говорили, белорусского национализма, я рассказал историю в Советском Союзе национализма, потому что я не рассказал про газету «Наша Нива», я не рассказал, как развивался белорусский язык, белорусская культура, дореволюции, я это пропустил, я начал с того момента, что происходило в Советском Союзе, и я пропустил тот момент, то, что было во время немецкой оккупации и так далее. То есть, чтобы не подумали, так сказать, слушатели, что я не в курсе того, что когда, так сказать, появились первые белорусские газеты, когда появились первые театры белорусские, все это мне известно, я имел в виду, это такая ремарка, да, я имел в виду развитие так называемого белорусского национализма во время Советского Союза. Весь период с конца 19-го, 18-го и вообще возникновение белорусской культуры и языка в очень далеком прошлом, я этого вообще не затрагивал. Я говорил о так называемом феномене национализма белорусского, который пытаются, так сказать, освещать в русских СМИ, в советских СМИ пытались освещать то, что происходило до перестройки в 80-70-е годы. Да, возвращаясь... Подожди, ты мне напомнил немецкую оккупацию, я еще вспомнил, что мне тоже приходят в комментариях, пишут, мол, так ваши же оппозиционеры под фашистскими флагами выступают, под флагами коллаборационистов. Давайте, давайте, знаете, наши оппозиционеры выступают под фашистскими флагами, а ваша страна 30 лет уже под таким флагом живет в России. кому интересно, посмотрите, какой флаг был у коллаборационистов, которые у русских, которые власовцев, у всяких других товарищей, которые воевали на стороне фашистов. Эту тему закончили, жалко действительно Навального. Молодой, здоровый мужик. Но смотри, в этом... Подожди, опять я не слышу. Навальным по-своему, да, есть точка. Смотри, да, теперь слышно. Периодически, кстати, сегодня у меня вот в личном микрорайоне отключалось электричество. Это рядом с центром города, не знаю, в чем было. И хорошо, кстати, чтобы успели записать, пока электричество есть. А вот, дело уже не в интернете, бог стиму. Я не знаю, может быть, это какие-то аварии, но в самом деле это мелочи. Итак, возвращаясь к Навальному. Навальный, это есть Навальный, есть Путин, два харизматичных лидера. По сути, с болезнью Навальным, с его отравлением должна, по идее, начаться новая история с руководителями оппозиции таким же образом, как в Белоруссии. Взаимозаменяемость. Был один Навальный, появится 10 Навальных. Был один Дудь, появится взаимозаменяемых Дудье или кого-то, бог знает кого. Собчак была одна, будет 10 Собчак. То есть, система борьбы с каким-то властью, режимом, технология политическая, она меняется. И вот эта идея, и вот эта старая вообще история единого харизматичного лидера, которого можно убрать, и потом все будет хорошо, она закончена. Раз и до всегда. Вот этот энерпийский метод, когда по методу одного успешного человека таким же образом в Варгане 3-4, а можно 10-20, она заступает, наверное, и вы в будущем, в ближайшее время, вернее, увидите, что святое место пустое не бывает. Плюс к этому захотел одного, получишь 2-3, а может 10 и более таких людей. Поэтому с отравлением вообще Навального история не решена. Она лишь продолжается, и она будет политтехнологически решаться совершенно по-другому, более сложно, изощренно. И если с Навального, ну, это был конкретный человек, вот, да, с ним можно что-то было делать, даже, наверное, вести диалог, скорее всего. вот эти времена прекрасные, когда был один король или принц, на него все молились, все им восхищались, они уходят в прошлое, и принцев, королей будет очень много, и они будут взаимозаменяемы. Да, и скорее всего, это будут лидеры мнений в инстаграмчике, в тиктоке, вот эти вот люди, они какие-то старые, никому не нужные, Альберты Стефаныча, бывшие бизнесмены. Да, конечно, да, и так далее. То есть здесь будет, смотрите, в тиктоке будет свой Навальный, или два даже, да, там, в фейсбуке будет три Навальных, там, в каких-то других, даже можно бы сделать, не знаю, там, в одноклассниках, да, будет свой Навальный, который будет очень популярен, и который будет соответствовать, там, не знаю, ощущениям, или, там, не знаю, желанию людей, которые посещают эту сеть. И вот тогда, да, и тогда тем людям, которые обвиняют нас в дилетантизме со Стефанычем, мы покажемся гениями мысли, когда вот те люди придут к движению, как это сказать, к руководствам толпами, к тому, что они будут призывать делать. Так что, ребята, веселые времена нас ожидают. Да, исчезает звук, к сожалению, да, постепенно. Все, дослушал? Да, постепенно есть проблемы со звуком, да, дослушал, думаю, будем постепенно, так сказать, заканчивать, потому что возникать начинают проблемы со связью, пока есть свет, вот, пока есть электричество, КВН пошел. и пока есть какая-никакая, да, пока какая-никакая связь, ну, спасибо, что слушали. Да, подожди, давай еще про Навального поговорим, давай. Мне просто, тебе не кажется, вот, странным, не, даже не так, не странным, а страшным, когда человека удерживают в больнице и не дают родственникам его вывезти, даже оказалось, что это реально по законам России действует, то есть, если человек попадает в больницу, ему там плохо, и родственники, например, его там хотят вывезти, то врачи имеют полное право его не выдавать, это даже не в отношении Навального, например. Это правильно очень, потому что, знаешь, есть больные, когда явно, что человек уже очень плохо, он умрет, его не надо выдавать родным, его надо разобрать на запчасти, на различные органы, которые должны помочь другим людям, это очень гуманно, на самом деле, я шучу, конечно же, я, конечно, шучу, безусловно, но просто идея, понимаешь, вот я, смотри. Идея вообще, она попахивает советскими человеческими ценностями, что, понимаешь, ведь смотри, за счет одного Навального можно было спасти много молодых жизней, вот, которым нужны были органы для пересадки и так далее, и то, что отдали, я считаю, это гуманный вообще ход русской власти. Вы же столько возмущаться стали. Я хотел сказать... Да, его могли просто разобрать на запчасти и отдать какие-то отдельные части, там, не знаю, для похорон на родственникам и родным. То, что его отдали, это, ну, это просьба Меркель, даже самолет прислали, там, специальный, чартерный, и так далее. А вот представь, сколько вообще обычных россиян попадает в совершенно невероятные истории. Сколько людей, возможно, не получает помощи. Сколько людей переживает несправедливость. И какая вообще реакция на это Европы? Были, допустим, люди, которых довели до смерти в тюрьмах. Слушай, почему ты считаешь постоянно, что Европа на все должна реагировать, что в России, что в Беларуси? Я не понимаю, что ты хочешь, чтобы она на что-то это реагировала? Все, нет у Европы. Я понимаю, но если ты вообще пропагандируешь, или вообще заявляешь о каких-то ценностях, то вообще, по крайней мере, иногда необходимо за это дело подписываться, либо каким-то образом на это реагировать. Но чем дальше, тем больше. Вот вспомнить, не знаю, времена Улофа, Пальмы, времена, не знаю, когда появился Хельсинский комитет, в 80-е, когда Европа хотя бы хоть как-то, каким-то образом на это реагировала. Да, да в самом деле, с тех пор, в общем-то, конечно, изменилось несколько поколений политиков, и люди перестали не то, что брать на себя ответственность, они перестали даже более-менее вообще каким-то образом на всяческие безобразия, несправедливости реагировать. Это прискорбно, поэтому я всегда об этом говорю и оперирую к этому. Это, наверное, неправильно, старчески, непрофессионально, но ничего не поднялось, привычка осталась. Хочется ощущать, что ты не один такой, да, кто-то еще где-нибудь на планете тебя поддерживает и думает хотя бы так же, как и ты. Хотя бы так. Я по поводу этой вот больничной истории просто хотел еще добавить, что в очередной раз убеждаюсь в ненужности официального брака в России и Беларуси, просто потому что реально ты, то есть для меня это как было, женить бы или выход замуж за человека, это просто упрощает многие какие-то бюрократические процедуры, когда я говорю там жене, вот со мной там что-то произойдет, тогда это сделай, вот то-то и то-то сделай, в итоге оказывается, жена не может пользоваться моими карточками, например, и деньгами, жена не может меня из больницы забрать, жена не решает, что со мной вообще будет, то есть спрашивается, а нафига тогда эти все официальные, то единственное, что она может это получить наследство потом после меня и все получается. Ну почему, смотри, и то с проблемами. Она может тебе, почему нет, она может тебе поднести стакан воды, судно, чтобы ты последний раз оправился, Так для этого не надо брак заключать официальный. Нет, смотри, вот потом она может тебе вышить на твоих белых тапках, которые после смерти одедут, то, что она о тебе думает, да, гладью, вот, то есть гладью, то есть вот за всю жизнь, вот, потом, не знаю, мелком на гробу написать тоже, что вообще такие, так сказать, то, что она думает о твоих действиях, за то, что, так сказать, всю жизнь испортил человеку, непонятно почему. То есть, на самом деле, блога очень больших. А что в США, я могу сказать, что в США, например, офигительные налоговые возвращения вам придут, если вы женаты, то есть, если вы не женаты, вы налогов заплатите больше, как минимум, а если женаты, то вам вернут, а если у вас еще дети есть, так вам еще больше налогов вернется. Дальше еще в США, можно вообще тебя, Альбертич, в США застраховать на очень большую сумму. Да, и жена получит деньги, да. А потом ты вылазь из ванны, к сожалению, там подскользнешься. Были даже такие судебные разбирательства, когда жена узнавала, что муж ее... В Англии, да? Что жена узнавала? Да, началась эта история еще в Англии, в Великобритании, когда, если не ошибаюсь, был такой убийца Криппен, да, он, собственно, если я не ошибаюсь, свою собственную супругу, у которой было большое состояние, замочил, вот, в сундуке разными, так сказать, частями отправил в разные концы, а сам с любовницей попытался скрыться в США, потому что, естественно, все маньяки, убийцы, ненормальные люди убегают в США, да, с деньгами, но их там задержали в Англии, это классика криминалистики, расследование дела Криппена, когда патологоанатом по частям тела определил, что его жена, бывшая оперная певица, на самом деле была этим самым Криппеном убита, приблизительно такая история, да, на самом деле, вот, застраховать мужа или жену и получить наследство, это милое дело, уже дело историческое, поэтому надеюсь, жена твоя не слушает эту программу, вот, поэтому, если ты, так сказать, в этот момент застал, обернулся, что-то на тапках вышивает, красивые цветы, разбашисты, первая причина, да, смотри, что к вечеру пойдете оформлять, так сказать, страховочку, на 1500 долларов, на сколько там, наверное, там в зависимости от суммы, которую ты вносишь, ну там разберетесь на месте, бог с ним, посмотрите, а вот, в страховой компании, уж там разберетесь, полюбовно, ну, ну и вот, то есть, получается, в России, ну и в Белоруссии то же самое, что ты официально жена, что ты неофициально жена, ты реально, вот, мне, мне это так всегда бесило, то есть там, например, на жену у нас в квартире телефон был записан, я там приходил что-то сделать с телефоном, там, или еще что-то, пускай приходит владелец, такой, я муж, нет вот это, я, вот это меня так бесит постоянно, или там что-то, что на меня записано, я должен приходить, а не жена. Слушай, ну, Альбертович, ну, ты представляешь, ты пришел в контору официально, там сидят тетки такие, да, там с гулькой, и ты приходишь, какой-то ботан в очках, и где ж я муж, вот какой ты муж, вот ты посмотри, вот пришел бы я, жирный, толстый, наглый, да, понимаешь, и откормленный, и мне бы сказали, вот это муж, а это не муж, а говно какое-то, простите, то есть, понимаешь, по нашим раскладам, мужа надо в себе тренировать, понимаешь, питаться, взращивать, взращивать, не бриться, пить алкогольные напитки, курить, все то, чего ты не делал, понимаешь, то есть, выдохнуть вот так, да, женщина сказать, я муж, и вот она чувствует, и вы действительно муж, и я понимаю сейчас, что вы действительно муж, давайте вам там переоформим телефон на вас, и вообще у вас, кроме жены, телефон у нее только был, ее телефона лишим, понимаешь, пусть на коврике спит в прихожей, и так далее, понимаешь, вот это вот, надо достигать, да, вот этих высот, а то, что у нас, ты знаешь, вот эти все правила, вообще брак, это скорее, на мой взгляд, конечно, религиозный институт, он просто перекочевал в такое вот, в общем-то, в такую государственную, то есть, светское русло, и чем дальше это происходит, тем меньше он, конечно, для светских людей носит значение, для религиозных он всегда до силы будет носить очень важное значение, да, я считаю, согласен, ладно, я думаю, на этом будем завершать, прощаться, да, ребята, в комментариях пишите, пожалуйста, только, опять же, держите себя в руках, не ругайтесь, не обзывайтесь друг на друга, да, у нас, кстати, обратите внимание, у нас не игровой чарт, у нас программа не об играх, поэтому не ругайтесь матом, ведите себя культурно, а вот в программах об играх, можете дать, ты знаешь, ты как этот, блин, захода со своими вредными советами, у меня на канале про игры, тоже матом не ругаются, не надо вот это вот, есть, люди выросли уже, знаешь, поумнели, пожалуйста, на канале Леша играет, пишите все в тех выражениях, которые вам нравятся, для этого и существует игровая деятельность, потому что, когда люди играют, они поддерживают свое я ребенка, будьте детьми, ругайтесь матом, пишите гадости на канале, в общем-то, Леша играет, а у нас, будьте культурными взрослыми. Спасибо. Спасибо, что смотрите, бывайте здоровы, живите богато. пока. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха.